Каждый год столица напоминает декорации какому-нибудь блокбастеру о всемирном потопе. И каждый год чиновники и городские службы твердят о том, что проблему решат, нас перестанет топить. Но ВОЗ и ныне там. Год назад мы уже делали программу о проблеме ливневой канализации. Вы можете ее найти на нашем сайте Хабар24, программа проверена и посмотреть. А сегодня мы снимаем вторую серию. Итак, что же сделано за этот год? О, кстати, уезжает автомобиль. За этот год купили вот такую классную американскую машину. Сейчас про нее тоже расскажу. Это помогает в борьбе с потопами. Вы смотрите программу «Проверена» Верой Захарчук. Здравствуйте. Тотальная чистка. Так сегодня налаживают работу ливневой канализации в столице. Грязная работенка, да? Да. Колодцев таких много? Да, да, много. Запах здесь тоже не очень, да? Запах есть здесь. Вот здесь закрыли все мусоркой. Получается, здесь вообще колодец? Это мы сами нашли это колодец. Закрыли вот это мусоркой этим. Вы его долго искали? Да, мы спускаемся, ищем. В 2004 году был построен дом. И до сих пор вот эту вот мусорную площадку посадили вообще на коммуникации. Есть в свое время здесь теплотрассу строили и прочее, прочее. Это все есть. Когда вот эту вот теплотрассу вот под землю здесь прятали, тогда вот эту вот насыпь возвели. А под этой насыпью оказалась вот эта ливневая канализация, коллектор вернее. Вопрос в том, что она не эксплуатировалась. То есть своевременно уход с этой ливневкой не осуществлялся. Вот еще. Мы вот вывели, открыли и теперь чистим. Мы сегодня можем немного без масок. Я думаю, главное соблюдать дистанцию. Правильно? Надо. Чтобы люди видели в лицо, так сказать, тех начальников и представителей организаций, которые сейчас устраняют эту проблему с ливневой канализацией. Ну, рассказывайте, что сделали за этот год? В этом году, 1 июня, была создана специализированная организация «Еллюрда Экосистем», которая занимается только проблемами ливневой канализации в столице. Работаем всего два месяца, но выполнена большая работа. В настоящее время у нас по городу более где-то 29 участков отопления. В первую очередь необходимо было узнать причину. Для этого провели телеинспекцию. С помощью камер специалисты увидели, что коллекторы городских коммуникаций были забиты грязью и мусором до 80%. А вот в другие года, ну, как бы проблема же не новая. Да все это время были ответственные люди, но ничего не делали. Получается так? Делали, но силы, видимо, мало было. Но теперь-то, наверное, сил достаточно. В штате нового предприятия 176 человек. В парке техники есть две каналопромывочные машины, три и лососа, 24 единицы вакуумных машин и другой иностранной техники. А вот этим спецагрегатам особенно гордятся. Нам сказали, что она единственная в Казахстане, да? Да. Грузовой спецавтотранспорт. Это такой насос на колесах? Да, мощный специальный насос под набор. Он моет, чистит и сам же обратно выводит. Как дорогой хороший пылесос домашний, да? И не только. В пылесосе нет воды, а здесь водой промывает. В систему ливневой канализации города входит 354 километра канализационных труб, 56 километров арыков и 26 тысяч колодцев дождеприемников. Больше половины из них засорены, из-за чего во время дождей вода не может быстро уйти по трубам. А как вы их ищете? По какому-то плану или с собакой? Нет, мы сами спускаемся. Есть специальный аппарат, камера снимает. И либо мы сами одеваем спецодежды и спускаемся. Ага, ищите. Ну я имею в виду, у вас есть какая-то схема, план, где искать? Ну как клад, знаете, колодец здесь. У вас есть план города? План города. Барна план города? Да, да, есть у нас план города. Мы сейчас проводим цифровизацию для точного определения и наглядной видности всех насосных станций, коллекторов, диаметров и колодцев. Эту работу сейчас совместно ведем с Назарбаевым университетом. Ну как бы, айти-технологии сейчас очень сильно развиты. И они сейчас 3D-проектирование, коммуникации, это все добивает. Это решит проблему с линией устроения? Ну должно решить. Работаем. Ну мы уже Ташеново протистили, там уже проблем у тазка нет уже. Товарищи, ждем ближайший дождь, посмотрим, будет ли топить Ташеново или нет, да? Если Ташеново будет топить все равно, пишите, как всегда, в соцсетях. Мы приедем, проверим. А то ведь сегодня при небольшом ливне мы наблюдаем здесь вот такую картину. Доча, ты на Кенесары не лезь, на Иваново. Ужас, тут машины все заглохли. Тут океан. Проблемы с затоплением на этих улицах скоро решат. Давайте рассказывайте, что за яму вы тут разрыли такую. Чтобы эту проблему корейным образом решить, мы прокладываем трубу. Диаметр такой трубы, которую там прокладывает, 1800 миллиметров. Это вот примерно метр с кепкой. Я полностью, как говорится, и поместилась здесь. Ну и пропускные способности можно оценить по размеру, собственно говоря. Раньше было всего метр и полтора метра. Ведется здесь строительство очистных сооружений микрорайона «Молодежная» с реконструкцией подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений составит свыше 42 тысяч кубометров в сутки, что позволит значительно улучшить пропускную способность ливневых канализаций, а значит, исключить подтопление улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаева и проспекта республики. Как говорил Аким Кульгинов, лодки всплывают. Этой проблемы не будет. Юра, расскажите, что за проект такой и как у нас всех спасет, собственно говоря. Данный проект аналогов в СНГ не имеет. Здесь, получается, два резервуара, шесть скребков будет стоять, которые будут чистить поступающие воды. Он будет крыт, и сверху будет находиться детская площадка и игровая зона для жителей города. Ну понятно. Дорогой проект, да? Не знаю сумму стоимости. Ну, судя по тому, что он единственный в СНГ, наверное, недешево, скажем так. В Испании есть такие, ну, немного другого характера, то есть там несколько этажей. И в Афинах, по-моему. Ага. Вот. И у нас тоже были. То есть вы такие первопроходцы, считай, да? Да. Вам самим нравится, я смотрю, да? Конечно. А вы тоже местные здесь живете? Я здесь родился. Да? Тоже не хотите тонуть, правильно? Для себя же строите, считаете, да? Для города. Ну хорошо, видите? Местные строят свои же жители для родины, поэтому должно быть все хорошо. Однако не все зависит от одного очистного сооружения, говорит руководитель проекта. Нельзя говорить, что построив очистные сооружения, проблему мы с ними. Комплекс нужно подходить. Да, что здесь-то сделают очистное сооружение, там сделают, да, ваши наземные очистные. То есть мы будем готовы принимать воду? Ага. Будет ли сама система готова выдавать все эти осадки? Старые участки эти запроектированы, выбросили на конкурс, все, там кто-то выигрывает, там куплю. Это все, опять же, от бюджета же зависит. А что делать? Старую ливневку нужно полностью пересматривать, переделать. И все. То есть, по сути, вы в 21-м году закончите вот то, что вы сейчас очистное делаете, а вот это-то никто старую не трогает, канализацию, правильно? В общем, это работа не одного года. Это не одного года, и это не одно решение. По Бараево у нас были постоянно заторы при ливне. Когда начали ребята с ТЗЛК открывать коллектора, там полностью корневищами вся система была коллекторов забита. То есть деревья проросли, где-то просто полностью было забито грязью. Ну, что скрывать, да, коммунальщики открывают решетки и скидывают туда, и канистры к нам прилетали. Работа ливневой канализации столицы перегружена еще и из-за незаконных врезок владельцев частных домов. Только в районе Сар-Арка таких за один месяц выявили 55 точек. Из них оштрафовали 5 человек, остальные отделались предупреждениями. Мы несколько дней приезжаем, мы просто достучаться не могли. Сегодня вот хорошо представителя этого дома вот нашли. Он говорит, что за этим домом смотрят этот экономический университет. Ливневая канализация предназначена строго для отвода дождевых, талок и грунтовых вод. Хозяйственно-бытовые фекальные стоки сливать в эту систему запрещено. Но владельцев частных домов, офисов это не останавливает. Таких вот есть специальная канализация. Хосфекальная. Почему не пользуются своей специальной? Сейчас будем выяснять и, соответственно, заставлять переделывать. Ну, что-таки большие деньги, экономия, что ли, большая на частном доме? Зачем? Ну, экономия есть, конечно, потому что если подключаться, это нужно, опять же, пройти инстанции, взять разрешение, техусловия. То есть и проведение вот этой системы, оно тоже не дешевое. Еще одна проблема – это решетки, да, тоже? Нет, ну, решетка – это надо систематично, постоянно чистить. Но это немаловажно, потому что вся вода, которая в большой коллектор поступает, он через маленький диаметр, трехсотка там, двухсотка, она с решеток попадается должен туда. А решетка сами забита песком и илом. Поэтому он не может принять, соответственно, начинается заподтопление. Поэтому мы сейчас хотим сделать, чтобы на этой решетке поставить внутри еще решетки. сетку, так скажем, да, чтобы мы могли потом его просто рукой вынести и выбросить. А не так, что ручной или же и лососом текнуть. Ну, это вопрос сейчас прорабатывается. И самое главное, мы же в зимний период, когда гололед, сильные морозы, мы же засыпаем песок. А это песок, когда притаяние снега, и оно обязательно попадает именно в это решетку. По срокам не скажете, да, когда решится проблема, в принципе? Ну, думаю, что в конце 21-го года мы должны завершить все это дело. Ну, вот видите, люди обещают. Ну что ж, время покажет, как говорится, да, кто выйдет из этой истории сухим из воды. Получится ли столице выйти сухой, и вам получится ли выйти из этой всей истории. Все-таки отдельная организация. Будем стараться, как говорится. Будем стараться. Это была программа «Проверено». До встречи.